Геоэнергетика.инфо Геоэропейскую, дорогую и демократическую. И на фоне этого в Литве разбирают старые советские ТЭС на запчасти, чтобы их передать Украине. Борис Оьянинович, что там интересного происходит в этой Прибалтике? Какой логикой они вообще данные действия совершают? Ну, что касается генератора и независимости от электроэнергии, генератор встанет на одной из действующих электростанций. Поскольку не сказано, для какой именно электростанции, тут вариантов, собственно говоря, всего два. Либо это генератор для одной из гидроэлектростанций из состава каскада на реке Даугава, либо это топливная электростанция, может быть, на одной из рижских. Мы об этом ничего не знаем. Как выглядел постепенный отказ от оборудования из России, мы тоже на самом деле наблюдали. Гидроэлектростанции были построены достаточно давно, нужно было освежить гидроагрегаты. Разумеется, был объявлен некий международный тендер, сроки были установлены. Но тендер почему-то в одно лицо выиграли силовые машины, потому что если всем остальным участникам надо было обследовать гидроэлектростанции и понять, что за агрегат стоит, то там в городе Санкт-Петербурге просто сняли папку из архива и прочитали, что и как. Тендер выиграли, работать начали, начали с санцами. Две станции успели сделать, третью с некоторым опозданием лет на 7-8, но тоже итальянцы им сумели это построить. Так что идет все это поэтапно, но если Евросоюз считает необходимым выделять деньги на это, ну почему бы и нет, собственно говоря. Что касается, ну по-моему неоднократно эта тема касалась, до сегодняшнего момента, вот если на день сегодняшний смотреть, по-прежнему объединенная энергосистема, все эти прибалтики являются частью электрического кольца БРЭЛ, Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва. Но 25-й год был определен руководством этих независимых республик и Еврокомиссии, как год окончательного выхода из этого электрического кольца. Один сегодняшний, если брать европейскую, так скажем, терминологию, объединенная энергосистема трех прибалтийских республик, это энергосистема БАЛСО. Но, ну на самом деле, вот на этом как бы, как бы это помягче сказать, оптимистические новости заканчиваются, с остальными немножко сложнее. Если вы выходите, надо куда-то войти, либо существовать самостоятельно. Самостоятельно не получается. Дальше возникают вопросы, потому что, когда вы слышите фразу про объединенную энергосистему Европы, найдите человека, который это говорит, и сделайте с ним что-нибудь нехорошее. На территории Европы действует в общей сложности шесть объединенных энергосистем, не синхронизированных между собой. Если говорить о Прибалтике, о ее географическом месте на карте, не касаясь политики и прочего, Финляндия, северный сосед Эстонии, это объединенная энергосистема Nordel, по названию понятно, кто туда входит, столица. Штаб-квартира находится в Осло, Норвегия не входит в состав Евросоюза, но объединенным энергосистемам как-то вот до таких мелочей дела нет. Что касается Литвы, то у нее самое замысловатое положение, Польша – это объединенная энергосистема УЦТЕ, Центральная Европа, причем Европа именно в географическом понимании, туда, к примеру, и Сербия входит, и не исключено, что смогут принять Турцию, если решат технологические проблемы. При этом на Западе Швеция, Швеция – это Nordel. Соответственно, вот если они отсоединяются, то куда они присоединяются? То есть даже попытки синхронизировать с кем? Либо с Nordel, либо с УЦТЕ. Одновременно с двумя не получится. То есть на самом деле прибылась какая-то некий мостик, крайне нужный, крайне необходимый всем. Что касается перетоков внутри Европы, то первой в этом направлении стартовала Эстония, два подводных кабеля в Финляндию, ставки постоянного тока, на территории Финляндии. Синхронизации не произошло. Напоминаю, что такое ставка постоянного тока, некий черный ящик, туда приходит с определенными характеристиками электроэнергия из системы номер один, преобразуется в постоянный ток, на выходе этот постоянный ток формирует так, чтобы он свободно уходил в систему номер два. И традиционно их формируют так, чтобы перетоки были возможны в обе стороны. Достаточно сложная конструкция, непроста в исполнении, очень немного компаний способны вообще это осуществлять. Эстонию и Финляндию соединяли за счет ставок постоянного тока Сименс. Дальше у нас, если мы говорим об электроэнергетике, следующий на этот путь встала Литва. У нее есть кабель в Швецию, и это, соответственно, соединение с Норделл, вставки постоянного тока от компании АББ, шведской, стоят на берегу Швеции. Интересны они тем, что за первые 24 месяца эксплуатации этого кабеля было 24 аварии. Для АББ это был первый опыт, первая вот такая работа, ничего, сумели, налазили, экспериментируют обычно ученые на мышках, шведы на литовцах. У всех своей традиции. И, кроме того, Литва за счет уже воздушных линий электропередач соединена с Польшей, то есть с объединенной энергосистемой ОЦТЕ. Соответственно, все разговоры о том, что они откуда-то выйдут и будут чувствовать себя хорошо, как бы не очень соответствуют действительности, потому что перетоки за счет использования вставки постоянных токов возможны только в каком-то диапазоне, есть предельная величина, больше которой электроэнергию не передашь. Первый момент. Второй момент, выход из БРЭЛ, это автоматически означает снятие резервных мощностей. С момента возникновения, с момента формирования БРЭЛ, каждая из стран-участников держала в резерве по 100 мегаватт мощностей. Пять стран входят, 500 мегаватт резерва более чем достаточно. Собственно говоря, поэтому и количество аварий было минимально, что всегда успевали друг друга подстраховать, емкость объединенной энергосистемы при Балтике не велика, а тут вот такой запас был. Сейчас, с 2015 года, торговля электроэнергии осуществляется в норвежской системе, в Нордел, энергобирже. И разумеется, там никаких резервных мощностей не предусмотрено. Поэтому, как они там себя будут чувствовать дальше, сказать сложно. Что касается Литвы, то после того, как она догадалась отключить Игнолинскую АЭС, если до этого, по советским планам, Игнолинская АЭС в Литве была построена для того, чтобы обеспечивать весь регион. Соответственно, после возникновения государственной границы это был экспорт, это была прибыль в чистом виде. Электроэнергия поставлялась соседям по Прибалтике и в Белоруссию. Собственно говоря, были соединения, которые позволяли при необходимости электроэнергию перекидывать даже в Калининградскую область. Соответственно, после того, как Игнолинская АЭС была выключена, Литва обеспечивает себя электроэнергией на 30%, а все остальное поступает извне. Выигрыш огромен, какая логика, совершенно непонятна. Сейчас Литва говорит о том, что она обязательно построит новую АЭС. В принципе, когда в 2009 году Игнолинскую АЭС закрывали, все были полны энтузиазма, потому что Евросоюз вот-вот должен был прийти на помощь. Строицы собирались опять же в Литве и вроде бы собирались даже скидываться все вместе, но не только при Балте. Может быть, у них втроем бы и получилось, но к ним решила присоединиться еще Польша. Поговорку о том, как выглядит польская атомная энергетика, надеюсь, всем достаточно хорошо известно. Некоторые вещи можно смотреть бесконечно, как течет вода, как горит огонь, как Польша строит атомную электростанцию. Разумеется, ничего не получилось, хотя одно время предлагали даже Белоруссии участвовать в проекте. Это там электростанция. Была выбрана французская технология и агитация в адрес Александра Григорьевича была следующая. Либо мы заказываем одну атомную электростанцию, либо сразу две, и тогда нам будет большая скидка по цене. Каких только мечтаний не было. Что касается реальных забот, которые есть, допустим, у Литвы, то это демонтаж Игнолинской атомной электростанции с демонтажом атомных электростанций есть всего два варианта. Либо немедленный демонтаж, либо отложенный. Поскольку мы говорим о атомной энергетике, то, что вроде бы как привычно, немедленный демонтаж, немедленный демонтаж атомной электростанции Игналина, если все будет идти по плану, если будет хватать денег на финансирование, финансирование должна закончиться в 2047 году. Это немедленный демонтаж. В том случае, если бы это было отложено, то до 2059 года просто никто бы ничего не делал, кроме, естественно, того, чтобы обеспечивать ее безопасность, обеспечивать работу насосов бассейна в выдержке, радиоактивные приключения никому не нужны. Но приступили немедленно, поэтому продолжают изо всех сил работать. С 2010 года вот эта работа стартовала. На день сегодняшний демонтировано уже 40% оборудования. Это порядка 72 тысяч тонн. Осталось еще 107. Вот этим было, собственно говоря, и надо заниматься, потому что, разумеется, после того, как это решение было принято без всякого согласования с Россией, с Росатомом на тот момент уже действовавшим, облученное ядерное топливо в Литве предстоит где-то захоранивать самостоятельно. То есть нужен глубинный могильник, пункт окончательного захоронения для радиоактивных отходов первого и второго класса опасности. Вот вместо того, чтобы заниматься какими-то непонятными вещами, на мой взгляд, лучше бы больше обратили внимание на поиск этих могильников и на продолжение работ по демонтажу. Вес такой большой, потому что необходимо, помимо всего прочего, заниматься захоронением 10 тысяч тонн облученного графита. Напомню, что Игнолинская АЭС – это РБМК, реактор большой мощности канальный, он уран графитовый, и сложности с графитом в том, что он набирает радиоактивность, в нем образуется радиоактивный изотоп углерод-14. Ну, а что такое углерод? Это графит. А что происходит с графитом, если мы его шевелим? Он пылит. Вот с этой пылью нужно искать какие-то технологии, на поиск технологий, собственно говоря, денег нет, никто не давал, поэтому принято решение, что и графит тоже будут захоронены, 10 тысяч тонн. В России, да, тоже останавливают РБМК, но здесь решений о немедленном демонтаже нет, Росатом оставляет себе возможность аккуратно, без спешки, отработать технологию, прежде всего, работы с графитом. Собственно говоря, это уже такая отдельная большая тема, можно долго про нее разговаривать, но в Литве вот так, как есть. Что там еще интересного? Интересная ситуация у Латвии. Есть с кем синхронизироваться. Эстония, понятно, Финляндия, Нордеу. В Латвии на севере Эстония, на юге Литва, которая пытается, ну, не пытается, а уже организовала перетоки в ЦТЕ и в Нордеу одновременно. При этом и Литве, и Эстонии Латвия крайне необходима, именно в силу наличия каскада ГЭС на реке Довугава. Это мощности, которые позволяют регулировать спрос и так далее, и так далее. Они нужны. Если говорить о существовавших до последнего времени соединений, то Латвия больше соединена с Эстонией. Тоже было проработано в советские времена, потому что так называемые Нарвские ГЭС, работавшие на горючем станции, это тепловые электростанции, мотив все тот же. Зимой, чтобы дать возможность набрать воду в водохранилище, Эстония обеспечивала электроэнергии, начиная с весны перетоки в обратную сторону. Борис Иоанинович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика.инфо в Дзене, в Телеграме, на Ютубе обязательно. Все ссылки будут в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации на Ютубе. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.